Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования, инвестирую в российские акции. В российские компании опыт инвестирования более двух лет. Сегодня пятница, 14 июля 2023 года. Ну и уже по старой доброй традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Пришли дивиденды на этой неделе от компании МТС. МТС выплатила 1808 рублей 40 копеек на 60 акций. В принципе дивиденды хорошие, дивиденды вкусные, дивиденды жирные. На брокерском счету сейчас 4675 рублей, но это с пополнением 2000 рублей и приходом дивидендов. Ну давайте смотреть, как у нас меняются показатели компании на недельной графике и будем совершать покупки. Компания Аэрофлот на неделе прибавляет 3%, торгуется по 42 рубля 36 копеек за одну акцию. По портфелю также в плюсе. Компания Газпром прибавляет на неделе 2%. 169,75 рублей предлагает нам ГАЗ за свои акции. Магнит подлетает на 4,5%, 5,505 рублей по магниту. Московская биржа плюс 2%, 125,71 рубля. Московская биржа торгуется за одну акцию. МТС после дивидендного гэпа всего тут полпроцента, 297 рублей 5 копеек. Хотелось бы, конечно, МТС подешевле. Роснефть подлетает на 2,5%, 486 рублей 80 копеек торгуется. Роснефть, конечно, очень хорошо прибавила. Уже почти пробиваем отметку 500 рублей. Рост сети плюс 2% по 10 копеек. Серьезных, конечно, колебаний пока мы не видим. Сбер плюс 2,5%. Также в какой-то боковике находится сейчас Сбер. Северсталь хорошо подрастала, плюс почти 4%. И компания Сегежа снижается на 4,5%. Сегежу хотелось бы докупать, но сейчас она дороговато. Если она пробьет отметку, конечно, на 6 рублей, там мы видим и 5,5. Там мы будем подбирать. Пока что, повторюсь, дороговато. Портфель в плюсе, плюс почти 8,5%. И давайте совершать покупки. Первая покупка на этой неделе, это будет компания Газпром. Газпрома, в принципе, маловато по портфелю. И я думаю, надо добирать позицию. Все-таки бумага на долгосрок считаю очень и очень перспективно мне как инвестору. Так, нажимаем купить, нажимаем подтвердить. Один лот торгуется по 10 акций. Все, 10 акций компании Газпром давали свой инвестиционный портфель. Теперь в портфеле должно быть у нас 210 акций компании Газпром. Чуть-чуть усредились, буквально там на, я думаю, полтора рубля. Но, тем не менее, как говорится, копейка рубль бережет. И такие усредения тоже мне, можно сказать, в копилку как инвестору. Следующая покупка в Россети пока что так же, как Газпром по портфелю у меня в минусе. Поэтому потихонечку буду докупать те бумаги, которые больше всего просевшие. Те бумаги, которые сейчас находятся в плюсе, пока не буду трогать. Так, нажимаем купить, нажимаем подтвердить. Все, заявка у нас успешно создана, заявка исполнена. И компания Россети в количестве 10 тысяч акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Сейчас в портфеле должно быть у нас 290 тысяч акций, если я не ошибаюсь. Россети также усреднение буквально на пару копеек, но, тем не менее, приятно. На брокерском счете остается 1948 рублей 80 копеек. И вторая покупка, точнее третья покупка, добавим еще компании Газпром. Газпрома, как говорится, Газпром лишним в портфеле не бывает. Один лот 10 акций, итоговая сумма у нас 1697 рублей 80 копеек. И давайте нажимать купить. Наступит зима, Газпром, я думаю, покажет хороший результат. Топить-то надо чем-то, вот и будут Газпромом. Поэтому потихонечку добираем позиции, и я уверен, что бумага еще покажет хороший рост. Так, давайте посмотрим. Сейчас обновим приложение какое-то немножко у нас тут глюк. Вроде как не прошла операция, сейчас глянем. Нет, все, операция прошла у нас. 220 акций в портфеле. Минус почти 7%. Но потихонечку продолжаем инвестировать. Так что, вот такие покупки сделали на этой неделе. Купили мы с вами 20 акций компании Газпром. По, можно сказать, хорошей цене, 169 рублей 80 копеек. Все, что ниже 170, я считаю, по газу очень-очень хорошо. И взяли 10 тысяч акций компании Россети. Конечно, по Россетям никаких серьезных подвижек нет. Но пока что продолжаю набирать данную бумагу. А там посмотрим. Портфель в плюсе. Отдельные позиции только Газпром и Россети в минусе. А так, конечно, уже какие-то положительные тенденции имеются. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии, отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией. Пускать новые видео, показывать, как я инвестирую, как я покупаю российские акции, российские компании. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok